так вы должны были уже определиться с длиной своей юбочки и сейчас если вы остановились на том что у вас будут укороченная схема то есть как у меня вам достаточно будет 30 рядов то эту часть видео вы просто пропускаете и переходите уже к вязанию по следующей части если же у вас ваша длина юбочки должна дойти до 35 рядов или больше то вы остаетесь со мной и вяжем дальше единственное что я буду показывать только один рапорт я в принципе раньше показала но я буду не только показывать но и вязать то есть я вот буду вязать вот только один рапорт целый листик и потом если вам вдруг нужно два листика то вы поставите это видео с снова или возможно у вас хорошая память вы просто провяжите аналогично следующий раппорт высоту ну а я потом этот кусочек свой распущу потому что он мне ни к чему так следующий ряд у нас получается какой 13 если не ошибаюсь раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 до 13 ряд вяжется он следующим образом мы остановились на листике но нам здесь неудобно нам нужно соединительными столбиками перейти к началу вот этого листика что мы делаем и воздушную петлю вяжем следующую соединительный столбик и дальше следующую опять мы как бы просто передвигаемся мелкими шажками и далее вот в этот первый столбик начало нашего 3 до 3 ряда листиков снова вяжем соединительный столбик так сейчас нам нужно из 5 сделать 6 делаем 3 воздушные петли подъема следующий столбик мы вяжем один столбик а вот в следующий уже вяжем два столбика в одну петлю то есть мы сейчас из 5 предыдущего делаем 6 столбиков с одним накидом снова делаем накид и в следующие два вяжем по одному столбику вот так должно получиться далее делаем 2 воздушные петли и делаем накид и вяжем столбик наш столбик посерединке столбик с накидом снова 2 воздушные петли и делаем накид и снова из пяти делаем 6 в первый столбик вяжем 1 столбик во второй вяжем также один столбик а вот в третий вяжем 2 столбика в одну петлю основания 1 и в эту же дырочку 2 и следующие два вяжем обычная по одному столбику в каждую петлю основания дальше нам нужно сделать 4 воздушные петли 1 2 3 4 делаем накид и вот в эту нашу как я называю птичку прямо в эту дырочку вяжем столбик с одним накидом 1 воздушная петля и снова столбик с одним накидом сюда же то есть у нас повторилась эта птичка далее вяжем 4 воздушные петли 1 2 3 4 и снова пропускаем кончик листика и делаем как в прежнем раппорте из пяти шесть два первых обычных следующую петлю основания вяжем 2 столбика и следующие два обычные и снова 2 воздушные петли и столбик с накидом вот в эту серединку и дальше вы провязываете по аналогии и в этом ряду в 13 у нас раппорт наш выглядит вот так то есть вот эти кончики листиков мы уже не трогаем их пропускаем вот так так вяжем 14 ряд вы должны были дойти до конца по кругу и здесь замкнуть как обычно в третью петлю подъема я надеюсь я сейчас никого не запутаю что мы вы пришли сюда вот вы провязали соединительный столбик и вот у вас ваша петля воздушная мы вяжем 14 ряд вяжем его следующим образом делаем 3 воздушные петли подъема и у нас здесь 6 столбиков и мы в каждый столбик вяжем по одному столбику то есть ничего не меняется количество как было 6 так их 6 и будет 3 4 5 6 так дальше мы вяжем снова 2 воздушные петли и 1 столбик накидом снова вот этот наш средний столбик с накидом снова 2 воздушные петли и снова 6 столбиков по одному в каждую дырочку каждую петлю основания в предыдущем предыдущем ряду 6 и снова у нас будет 4 воздушные петли 2 3 4 и в эту вот птичку мы повторяем снова нашу птичку делаем накид вяжем один столбик с накидом одну воздушную петлю и еще один столбик с накидом 3 раза повторяется наша птичка каждом ряду снова вяжем 4 воздушные петли и снова наши листики повторяются опять вяжем 6 столбиков по одному в каждую петлю основания 2 3 4 5 6 и снова у вас две воздушные петли 1 столбик и так до конца ряда ряда вашей юбочки и у нас раппорт в нашем ряду текущим так скажем выглядит вот так снова вы доходите до конца ряда и в третью петлю то есть вы провязали я не провязываю потому что мне нет необходимости вы провязали по кругу вернулись на это место и в третью петлю основания снова провязали соединительный столбик у вас здесь должен замкнуться ряд в следующем ряду мы будем наши листики опять убавлять делаем 2 воздушные петли и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом здесь мы снова должны были вязать два столбика с накидом с общей вершины но у нас начало ряда поэтому мы заменили его таким образом следующие два столбика мы вяжем обычные по одному в каждую петлю основания а вот следующие два снова вяжем с общей вершиной провязали один накид следующие и соединили две воздушные петли и в наш вот этот столбик вяжем один столбик с накидом три воздушные петли и еще один столбик с накидом снова две воздушные петли это у нас основание для нашего четвертого ряда листиков и снова вот наш листик убавляем два столбика с накидом с общей вершиной дальше у нас два обычных столбика раз два и снова два столбика с накидом с общей вершиной снова у нас 4 воздушные петли раз два три четыре и в нашу птичку повторяем еще одну птичку столбик с накидом воздушная петля и опять в эту же тушку еще один столбик с накидом снова 4 воздушные петли и снова у нас следующий листик опять убавляем то есть дальше у нас опять повторяется раппорт два с общей вершиной два обычных и два с общей вершиной раз два и так продолжаете до конца ряда и раппорт у нас в этом ряду выглядит вот так провязали до конца ряда и снова будем замыкать у нас было две петли подъема мы найдем третью и подхватим еще одну дужечку и соединим наш ряд соединительным столбиком дальше мы снова будем убавлять наши листики 2 воздушные петли в следующую вяжем столбик с одним накидом и следующие две провязываем с общей вершиной дальше у нас 2 воздушные петли и вот в нашу вот эту арочку мы начинаем следующий наш ряд листиков ничего не изменилось три столбика с одним накидом раз два три я пододвину одна воздушная петля еще один столбик с накидом одна воздушная петля и еще три столбика с накидом вот так снова две воздушные петли и снова наш листик и мы снова его убавляем два первых вяжем с общей вершиной и два последующих также вяжем с общей вершиной снова у нас 4 воздушные петли 1 2 3 4 делаем накид и в нашу птичку вот эту которая повторяется у нас снова вяжем птичку один столбик с накидом одна воздушная петля и еще один столбик с накидом и снова 4 воздушные петли 4 4 и снова у нас идет повторение раппорта два столбика с накидом с общей вершиной и еще два столбика с накидом с общей вершиной и получается что у нас наш раппорт в этом ряду выглядит вот так снова вы провязываете до конца ряда и снова находите раз два третью и еще и дужечку подхватываете снова соединяете соединительным столбиком я делаю имитацию и вяжем последний ряд из пяти тех которые должны будут у вас повторяться пока вы не провяжете то количество листиков дополнительных которые вы запланировали так мы снова убавляем наши листики две воздушные петли и в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом дальше у нас опять наши листики и ничего не меняется две воздушные петли и мы из трех должны сделать пять в первую вяжем два раз и в эту же дырочку два в следующую один и в следующую снова два раз и в эту же дырочку два снова две петли воздушные накид и в средний столбик вяжем столбик с одним накидом снова две воздушные петли и сюда уже симметрично два столбика в первый столбик в следующий один и в следующий два 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 две воздушные петли и и снова наш листик этого уже у нас сужается и мы вяжем два столбика с накидом с общей вершиной дальше вяжем четыре воздушные петли и делаем накид и в эту птичку снова повторяем нашу птичку снова четыре воздушные петли и идет повторение раппорта снова сужаем листик вяжем два столбика с накидом с общей вершины и дальше продолжаете вязание по кругу до конца ряда в этом ряду у нас раппорт наш выглядит вот так и к тому моменту как вы довяжите до конца все вот эти дополнительные пять рядов как я показала вам у вас в вашей юбочке уже будет раз два три листика и четвертый будет начинаться с этими вот листиками которые мы вяжем отдельно дополнительно ваша юбочка будет составлять длину 35 рядов вы умножите 35 рядов на количество на высоту одного вашего ряда в сантиметрах или в миллиметрах и получите для него свои юбочки если же вы пришли к выводу что вам нужно два ряда листиков дополнительных может быть три может быть четыре у кого-то очень тонкая нитка то вы сейчас просто ставите это видео сначала и продолжаете вязать сначала то есть у вас вот эти пять рядов повторяться еще раз а может и два раза а может три это был третий ряд листиков дальше будет еще три обязательных то есть если вы с дополнительным вяжите то у вас будет шесть рядов я же сейчас все это распущу и у меня будет всего пять рядов вы провязываете вашу ваше число дополнительных листиков и мы встречаемся с вами уже в следующей части и вяжем дальше следующий ряд наших листиков в следующий раз